Всем бобра! Давно ли ты ходил в храм? А если твой дом это храм, то что делать? Именно так сейчас я и живу. В доме, в храме. Сейчас в моем доме, в храме, начинается пуджа. А пуджа решает все проблемы, которые вообще у тебя возможны. Она решает все. Об этом ты узнаешь дальше. Все, что я знал здесь о гости и евреимстве, умножается просто на три раза. Под одной крышей здесь уживаются 25 богов и один русский. Погнали, я просто покажу тебе, что это за место. Мы по пути заехали, купили такую штуку. Это очень вкусно. Бутылочки из подместной водки продаются. Они закусочку еще чуть-чуть дают. Есть? Есть? Пойдем. Чтобы оппонент. И еще мы заехали в место, где можно набрать и купить цветов. Ведь пуджа без цветов невозможно. Попался сезон манго, где манго стоит 6 рублей штучку. Также мы заехали к друзьям киньскими, у которых есть своя коровья ферма. Одна такая буфало-корова дает 2-3 билетра маяка в день. Вообще свежее молочко просто пожелаю. Ваше здоровье. В торговых центрах необходимо записывать свои данные. Вместо попадают все туристы, которые едут с аэропорта. Так что и мы не исключение, потому что мы едем в Колумба. А на нас и мы тоже не могли проехать с стороны. Еще остановились, зацепили вот этот. Какой сюда? Да, это да. Там, 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 рекомендую. А вот он и дом-храм. Все, мы добрались до дома. Специфика, как всегда, здесь очень интересная. Богиня Кали, как всегда, веселится. У этой семьи потерялась собака. И они пришли, заказали пуджу, чтобы ее найти. За эту пуджу они отдали 5 тысяч рублей. И забегая немного вперед, хочу сказать, что в наследие они нашли собаку и принесли еще 5 тысяч рублей. Рыбы, которые приходят по звонку в колокол. Окей. Это будущий отель, который тоже строит Кинсли. Три этажа с бассейном, со всеми делами. Но пока стоит только коробка, потому что на Шри-Ланке дешевле всего построить сначала битстонную коробку. И вот это тоже. Вот это тоже все, земля его тоже строит. Все, у меня есть собака. Что ж, опять ударим Парису. Вот в такую комнату меня определили. Все очень красиво. Вот такой красивый, я бы сказал. Синий. Ну что, прикольно? Пока-пока. С гостей в гости ходим. Окей. Вот, цветочки, которые сегодня мы взяли, сгодились уже. Сейчас будет спущенный вход. Последнее приготовление. А у этого землянина проблемы с бизнесом. И он заказал Пуджу, чтобы его немножко поправить. За это он отдал 50 тысяч рупий. И, кстати говоря, все сработало. Через неделю он занес благодарность за Пуджу. Продолжение следует... Это бедная курица. Постоянно над ней Пуджу совершает вообще. Она ездит, по-моему, с нами. Да ладно ты. Будешь? Ну, че знаю. На балдашниках такие прикольные. Кстати, это бронза или медь. Сколько весит? Нормально ешь. Я, че тебе, блядь, почистить ее должен, что? На, занимайся. Ловите лайфхак. Если у тебя проблемы с бизнесом, ты просто заносишь Пуджу. И все, проблема решена. Так что, если у тебя есть проблемы, скидывай их мне на мыло. Засылай на Пуджу. И мы тебе тут вообще все проблемы наши решим. Любые проблемы. Не стесняйся. Обращайся. У меня тоже досталось, с меня немножко протерли пыль. Такой вопрос. Это все-таки самовнушение. Либо это объединение мыслей нескольких человек в проблеме. В попытке решить его проблемы. И они решаются. Потому что он рассказывал такие случаи, что помогал людям. Детей у них не было долго. Он им помог. Они ему 30 тысяч долларов заслали. Наши мысли – это наши оружия. Так что, надо быть аккуратными с ними. Потому что, часто мы вредим своими мыслями сами себе. Поэтому, думай, что думаешь. Так же я ошибался. Живя в Хикадуеву думал, что я иду в Су-Швиланку. Такую Су-Швиланку не увидишь. С футилистической званой. Что я выберу? Яблочко. Короче, кубра – это очень вкусная фрубка. Как минимум, это полезно для здоровья. Ребята, я для себя открыл супер штуку. Может быть, для вас я открыл. Вот это называется ягода мая. Ее вот так и живешь. Она такая противная на вкус. Но потом берешь и запиваешь водой. И вот она слизь, потому что вода становится нереально вкусной. Просто нереально. А вот эти штуки лучше не сухомятку точить, как я. А с соусом. Даже не останется ни разу. Последняя наносика, ничего живым. Я подумал, что я так доволен в своей жизни. Что даже если бы у меня были… Вот сейчас появились прям кучи денег, то я бы ничего не смог изменить. Она была бы по-прежнему так же хороша. Это здорово. Спросился чувака подвезти на машине здесь недалеко. Вот. Почему нет? Почему не так сандык? Попутал мальца. Чуть за руду не сел. Попросили не меня просто съездить вместе. Какая еда. Трудности перевода. У нас семья можно. Все очень вкусно. Я засыпаю, короче, опять под впечатлением от этой семьи. Вообще, я даже не думал никогда, что у меня будет целая лампийская семья. Весит собак. Еще подумал, я даже может деревья бананов завести. Штука сорок. И все. Ну, и риса там, кулачево. Пиздонос. Какая-ка. Мы заехали в овощную лапку. Но здесь я все пробовал, кроме вон, цех, вон, красный. Матян, вот здесь. А мне еще что-то? Тест был? Нет, нет. Спасибо, не надо. Хоть мне пришлось пробовать, щуриться, блювать. Классный день. Ходные. Похоже на пенек вообще. Или какой-то хер махнады. Это вот эти штуки, похожие на картошку. И меня заставили съесть одну. Что-то похожее на картошку и морковку. В одной жизни все развелись как-то. Что-то не побоялись мух и взяли вот это камбала. Камбала. Бомбали. 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 Яша, это как раз твоя мечта вообще, посадить кокос. Играй, как можешь, сыграй. Закрой глаза и вернись. Не пропади. Цветов здесь, конечно, еще больше, чем снега. На колье поклонись мое, окно отогрей. Пусти по полю весной, не доживи иной. Сегодня Пуджа послушали того, что от девчонки ушел муж. Но поскольку Пуджа решает, то сейчас и в следующем он вернется, приползет, сука. Эта женщина попросила не показывать свое лицо, чтобы муж не знал, с чего-то он вверх встал каждый вечер, мыть ей ноги в тазу свободы. Вместо того, чтобы пересмотреть свои отношения к себе, свое поведение, может быть, разобраться в том, что нужен ли тебе вообще этот мужик, который ушел от тебя или нет. Может быть, он сам козел. Некоторые люди выбирают Пуджу, потому что Пуджа решает вообще все эти проблемы. Которые люди выбирают Пуджу сегодня? Да, это нормальный Пуджа, 25 тысяч. Хорошо. Здесь все готово для следующего. Петуха, опять, по-фалю, опять не вспомнил. У этой семьи недавно скончался близкий родственник, который жил с ним в одном доме. И они по старой ланкийской традиции похоронили его у себя в саду. И с тех пор в их доме начали происходить странные вещи. Что-то где-то, куда-то пропадает. Вещи, которые ставятся в одно место, оказываются в другом месте. И они решили изгнать этого духа. Я бы назвал это домовой, но у них это злой дух, и за это они заплатили 35 тысяч рублей. Пока там Пуджа шла, решили тут залезть друг на друга. Ну, все, боже. Вот, подержишь. Калабарик. Калабарик, извини, что ты снимаешься. Калабарик вообще впечатлил. Вот так. Тянут и кремят. Спокойная хора. Так что лошади еще повезло. Залабарик. Сегодня у нас такая домашняя посиделочка. И опять, как всегда, и уют его наушники. А вот так выглядят кишью. Еще совсем еще не готовые. 500 рублей, короче. Два пакета. Два пакета. Перюшку прямо устроили посреди вашей дороги. Короче, рекомендую. Отличная дорожная еда. Улица, ездок, шоколи. Даже любая шкафа. Так, еще куда-то зайдем. Это бивни слона, ожерелье, из которых Кинский заказал себе уже больше месяца назад в этой замечательной мастерской, что никакие завтраки уже ему не лезут. Такие колычки из деревяшек. Калура. Дерево называется. Очень легкое. Как мне идет? Вообще, вот. Зубочник. Вот так вот ювелирочки еще выглядят. Конечно, прикольно. Зато на заднем дворе ювелирный вот такие вот виды. По ланкийской традиции сроки сдачи этого амулета просрачивались еще трижды. Стоит это удовольствие 50 тысяч рупий и дает плюс 4 к защите от Путина. Малена, которая из Питера, передает привет Ане, которая из Тебоксар, с которой они познакомились во Вьетнаме. А я же в свою очередь шлю еще открытку и, может быть, даже одну собаку. Может быть, даже две. Жди. Аня, жди. Получился прям западной попасть в дождик без бразильников. Оно случилось. Чтобы вы понимали вообще всю степень ланкийского гостеприимства, никто не ест мясо. Все едят рыбу, пока я здесь, потому что я выделываюсь. Исправнеем мясо. Это все для меня. Вот такая вот шишка. А сколько, значит, ребята никогда не едят без меня, до меня даже. Вот, я была мвейцей. С курицей. Я решил потом встретить. Приятного и своему еду. Вот, это будет супер-пупер-вегетарианская вечеринка. А если вы будете... Нет, нет, нет. Майк, майк, майк. Релакс. Дальше мы режем тыкву на мелкой части. Самый большой секрет тыквенного супа, это кокосовое молоко. Живого кокоса. Вообще, мне всегда были интересные рецепты в Дихтране. Как что готовить. Шашлык, какой в Абхазии или в Сачах. Как готовить рыбу даже. Как готовить рыбу на Шри-Ланке. И я тренировался на людях. Эти рецепты постоянно делал. Один раз я, правда, чуть не отравил 13 человек. Это другая история. В этом, я надеюсь, все обойдется. Вообще, это вот мой рецепт. Это идет со времен, когда у меня было свое кафе. И я был вроде как бизнесменом. Но это было уже давно. Другой жизнью. Поэтому теперь я готовлю приватно. На квартире. Этот рецепт дала мне лучшая женщина, которую я видел в своей жизни. После мамы. На Оксане. Отличный рецепт. Я до сих пор им пользуюсь. Спасибо. Забыл закинуть. Куру с морковкой. Как называется, отдельно варить. Ну, ладно. Хорошо пусть вспомнила. Первые счастливчики. Будут? Дубрия. Отлично. Меня похвалили, сказали, что все хорошо. Будь здоров. Пробеси дом, я попробую. Даже приятный куш, на самом деле. Сегодня, как и всегда, в моем настоящем доброе утро вообще. Я проснулся в Уйкинсли. Такой завтрак. И уже вписался помочь покрасить. Я только за. Так, куда мы поедем сейчас? Все отменяется. Так, вот эти ягодки, съедомные, говорю. Не буду комментировать. Вот пять рупий, один листочек. Здесь вообще очень много. Такой вот тоже бизнес. Булатте. Короче, Кюнсли хочет их посадить у себя. Везде Булатте. Вот так вот, это Булатте. Растет в Уйкин, очень хорошая. Все это обрезается? Надо прекращать все пробовать. По пути заехали, взяли манейки еще килограмм. Выглядят они, конечно, как деревяшки, но на вкус почти как картошка. Самый лучший тут шоколад. Он как баун. Петто. Значит, вот такие еще фрукты достались. Вот на таком деле. Капаранга. На вкус как яблочное, короче. Только плоское. Так, ну все, для этого ворваться, в работе вообще. Главное, это делать с уверенностью, как будто я всю жизнь этим занимаюсь. Прежде чем все это начать красить, надо все это хуже убрать. Ну, здесь очень быстро. Все работают как вообще, святых нет. А пацанов, тут все жестко тоже. Любой храм нуждается в чистоте. Ну, вообще, работает очень классно, когда тебе не угрожают, не платить денег, премию не дать. Поэтому заходил, коп, и остановился. Пойду-ка я это. Посмотрю на закат. Че? О! Кэнди. Да, к сожалению, не так. В общем, осталось чуть-чуть-чуть. Война, война и обед по расписанию. Беденный перерыв, он какой. Чиз. Блядь, теперь меня не остановить будет. Чтобы лошадь кормить, надо вообще кучу-кучу травы. Хм. Я хочу кормить два лошади. Да, это очень вкусно. Реально вкусно. Я никогда не ел лошадиных корм. Ну, такие мы молодцы. Все обновили. Завтра будет все хорошо. Так что, малярный тур по Швей-Ланке. Это у меня продолжается. Еще такого не было со мной. Очень классно. Я этому вообще рад. Кому что покрасить? Есть? Есть что покрасить, а? Краска есть? Я не ходу. Прям человек изменился вообще. Представим меня. Change face. Куда-то мы едем, да? Продом-дом. Не знаю, куда. Даже не спрашивай. Будет классно. Вот так вот местные диншопы выделят. За решеткой все. Ларек с закусками возле пивного – это гениальная мысль. Мы приехали в магазин вообще, в ручной работе. Hello. Вот как разница пойдет. Щенков поскакивает. Да, да, да. А вот здесь чувак вообще по дизайну угорает. Из чего она вообще трогает страшно? Из каких-то веток. Это вообще для тех, кто любит надувных оленят. Вот, есть деревянные. Вот это все он сделал вот из этого мусора вообще. Вот это вот талант. Ну, наверное, это искусство не хитрое все-таки плести. Потому что прям очень много таких магазинов. Прям плетут семьями все. Че ты плетешь мне тут? Корзину. Отлично. Красиво. Сейчас я это заценю. Сейчас еще соронок на проветривание поставлю. И вообще будет красота. Вот у нас горькое затянуло. Несмотря на то, что возле моей кровати стоит винчестер, это себе очень дружелюбно вообще. Я просто купаюсь в вести приемстве. Я даже не уверен, что я смогу оказать на своей земле такое же нестекринство, которое газует на меня. Перестаю удивляться. Каждый день разные соки у меня. Я таких фонтов. Еще даже год на Шри-Ланке я в пребрадскую воду. Столько людей разных. Меня, конечно, тоже показывают. Но я рад на людей посмотреть. Это очень здорово. Когда на земле такие люди есть. Я уверен, что это песня, когда она их очень много. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что возьму... Субтитры создавал DimaTorzok